Великого поста Удивляют уникальными постными блюдами, популярность которых растет с каждым годом. Ежегодно мы подготавливаем определенное меню, то есть это идет длительная разработка, чтобы подгадать, чтобы увидеть, услышать каждого гостя и каждый, чтобы выбрал из себя что-то свое. У нас очень много позиций, поэтому голодным никто не остается. Расскажите, пожалуйста, про позиции, которые есть сегодня в постном меню вашего заведения. Их достаточно много. У нас есть вареники с вишней и картофелем, у нас есть гречка с грибами, у нас есть пасты с томатами, исключающие все животные жиры. Вот на примере вашего заведения, да, какое самое популярное именно блюдо, которое чаще всего заказывают? Вы знаете, скорее всего, это просто по-простому гречка с грибами. Такое меню в кафе и ресторанах всегда разрабатывают задолго до начала Великого поста. Особое внимание вкусовым предпочтениям гостей не остаются в стороне от нестандартных блюд и те, кто не придерживается строгого поста. Когда увидела, очень обрадовалась, потому что иногда очень хочется что-то без мяса, что-то такое полегче, очень хорошо. Вот решила готовиться к лету. Это должно быть, я считаю, в каждых заведениях, потому что люди разные, по-разному относятся. Кто-то соблюдает, кто-то не соблюдает. Я думаю, что это прекрасная идея и так должно быть. Например, в этом ресторане в привычные оливье и винегрет добавляют опята и белые грибы. А традиционный борщ и вовсе готовят с черносливом и постным майонезом. Специально на бульоне овощном готовили. Там есть свекла тушеная готовая, картошка, лучок. Все красиво, вкусно. Готовиться к строгому соблюдению поста лучше заранее, чтобы не навредить организму. Поэтому за пару недель постепенно рекомендуется сокращать потребление продуктов животного происхождения, а кисломолочные начинать исключать за несколько дней. Великий пост самый важный. Он подготавливает верующих к главному и самому древнему христианскому празднику – Пасхе. В этом году ее будут отмечать 5 мая. Поэтому и поститься необходимо вплоть до 4 числа этого же месяца. Но все же Великий пост – это не обязательно суровые диетические ограничения. Речь о внутреннем преображении. Отец Дмитрий, Великий пост – это не просто диета, полное исключение определенных продуктов своего рациона. Это все-таки духовная составляющая? Конечно. В первую очередь именно духовная составляющая. То есть если мы исключаем мясо, молоко, но при этом человек озлобленный, человек плохо относится к своим родным и близким, ропщик, может быть, находится в состоянии злобы, то грош цена такому посту. И, конечно, все должно быть в комплексе – пост духовный и пост физический. И, может быть, даже иногда стоит больше внимания обратить на духовный пост. И участие в богослужении. Для этого есть… Вот на первой неделе читается Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского для того, чтобы душа человека вошла в пост, в правильный духовный пост. На протяжении всего поста богослужения тоже имеют особый смысл и особое содержание. Это, прежде всего, литургии прежде освященных даров. Такий удивительный чин, который совершается только в Великий пост, традиционно по средам и пятницам, когда святые дары заготавливаются в воскресенье. За Великим постом следует светлое Христово воскресенье – Пасха, которая олицетворяет победу жизни над смертью и завершает семи-недельную строгую диету. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин. Новости Химки-ТВ. Руслан Сафин. Новости Химкин. 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 Новости Хим